Поступил вот такой интересный вопрос от Дмитрия Беляева Три часа назад Петрович, не могли бы вы в одном из своих видео поразмышлять на тему Сколько денег должно оставаться у человека после покупки авто Понятно, что чем больше, тем лучше, но все же Допустим, у человека есть 1 миллион рублей Это все деньги, которые у него есть на данный момент То какова разумная цена его автомобиля Вот смотрите, сейчас я действительно поразмышляю Немножечко на эту тему А далее, со своих практических уже наработок И далее расскажу, что у меня получилось Вот у человека есть 1 миллион рублей Я это считаю свободные деньги, которые он накопил Там отложил Не считая зарплаты То есть зарплата у него идет там регулярненько А Значит, вот 1 миллион рублей есть И Если Покупать Новый автомобиль Новый автомобиль То Тут можно Можно где-то примерно Отложить себе на разного рода непредвиденные случаи 1100, если новые Потому что Здесь расход какой-то тут будет маленький Только на ТО, на обслуживание и так далее То есть я бы даже отложил 1100 или 1050 Вот примерно вот в таких вот рамках Для того, чтобы вот там обслужить и прочее Если же Я надумал купить за миллион Автомобиль, который новым стоил Миллиона, допустим, там 3, а то там 4 То есть это, как правило Ну, примерно 5-7 летний автомобиль То естественно Естественно У него будут Какие-то траты Надо будет сделать То есть вроде бы ты посмотрел автомобиль Вроде бы он хороший И там Все там Так далее и тому подобное Но Практика показывает Ты Садишься на него Начинаешь ездить И вот эти вот скрытые вещи Начинают вылазить Плюс то, что У автомобиля 5-7 летней давности Уже за счет Его Буморит пробега Возрасты надо менять То есть она естественно Подходит Надо менять Поэтому Я бы В данном случае Где-то бы Отложил уже 1200 На вот такие На предвиденные Расходы Поэтому Где-то 750-800 тысяч Можно Было бы Купить автомобиль Далее Вот Далее Вот такая вот вещь Если это автомобиль Какого-то Люксового класса То есть Вот допустим Мой черный автомобиль Он Стоил Новым 100 тысяч долларов Естественно На него запчасти Если там Новые Они Цены своей Не потеряли Если Все это Менять на Новые запчасти Это конечно Будет Влететь В копеечку Поэтому Здесь очень важно Смотреть на Состояние автомобиля Чтобы Не попасть На какой-то Большой ремонт Который Сразу же Потребует 1200 А то и 300 Потому что У нас Доллар-то Остался А Рубль Упал И то Что у них Тысячу стоит И стоило Тысячу У нас уже Стоило Если раньше Она там стоила Грубо говоря Там 30 тысяч Теперь это Стоит Там 70 тысяч Вот Вот Из таких Вот Соображений Я бы Значит Имея Миллион Я бы Если покупал Новый Автомобиль Значит Цена Его Где-то Была бы У меня Примерно 900 950 Тысяч То есть За Вот такую Цену Я бы Покупал Автомобиль Не знаю Какой-то Автомобиль Ну Вот такая Цена Я бы Купил Если бы Это Был Автомобиль БУ Такого Люксового Класса Примерно Как у Меня Вот Представьте Вот У меня Сейчас 2002 Года Автомобиль Лексус ЛС 430 Он Стоит 250 Тире 350 Тысяч Вы Можете Приобрести Вот такую Роскошную Машину Как вам Хотелось Но По Кругу Грубо Говоря Она Уже Сколько Вот И Значит 16 Лет И 16 Лет 11 Лет Она У Меня И Значит Вот Сейчас Я столкнулся С тем Что Я Для Того Чтобы Комфортно Себя Чувствовать Я Начал Менять По Кругу Я Сначала Поменял Выхлопную Систему Новую У меня Были День Да Хорошие День Далее Значит Я Поменял Амортизаторы Все 4 Новые Чтоб Машина Ездила Да Она Отлично Что То Там Такое Вот Загремело Зажужало Какой то Шум Появился Неприятный Я По Кругу Новые Заменил Вот Эти Подшипники Эти Как Называется Ступичные Подшипники Заменил Новые Это Хорошее Вложение И Вот Может Быть Вот Может Быть Там Этот Кардан Зашумел Может Раздатка Зашумела Вот Баклажка Я Уже Заменил На БУ Хорошего Качества Мне Там Нашли С людьми Свяжитесь Они Там Найдут Где-то Там Брать То То И Сейчас Я Еще Буду Заменять Привода Плюс Вот Эта Замена То Все Пятое Десято Там Вот Это Пошла Если Это Все Это БУ С Японии Хорошего Качества Она Стоит Конечно На Порядок Меньше То У Меня Вот Эти Вот Привода Которые Стоит Там Сказали Семьдесят Тысяч Где-то За Пятнадцать Я Хорошего Качества Получу И Действительно Я Заменил Кардан И Вот Этот Распредвал У Меня Машина Стала Ездить Намного Приятнее То Есть Перестали Вот Эти Знаете При Скорости Рывки Быть То Достигает Примерно 120 Километров Там Что-то Переключается Она Так Вот Рывок Сейчас Не Плавно То Есть Можно Можно Значит Доверять Этим Запчастям Вот Потом Как Не Крути Дело Идет К тому Что Надо Что-то Будет Делать С Климатической Установкой Она Тоже Не Вечная Обычно Срок Службы Где-то 5-7 Лет Так Что Готовьтесь 5-7 Лет Что-то Там С Компрессором Будут Еще Что-нибудь Такое То Там Надо Глаз До Глаз Вот Вовремя Естественно Сход Развал Делать Буквально Так Проворонили Этот Сход Развал И За Два Месяца У вас Резина Превращается В Хлам Начинают Вот Это Гудение И Прочее Прочее Поэтому Много Зависит От Того Что Одно Дело Вы Собрали Деньги Другое Дело Другое Дело Чтобы Вы Понимали Что Надо В зависимости От возраста Сколько То Денег В него Вложить Для того Чтобы Это Доставляло Вам Удовольствие И Иногда Это Бывает Довольно Так И Существенно И Если Там Брать Какие Автомобили Вот Я знаю Там Мерседес И так Далее Там Что-нибудь Если Полетит Оно Стоит Сумасшедших Денег И Это Вот Что Касается Тойот Там Поменьше Будут А если Еще БУ Такие Знаете Хорошие БУ Вот То Оно Будет Ездить У вас Замечательно Долго И Естественно За всем Этим Следить Вот Чтоб Еще У вас Как бы Сказать Ваше Последующее Накопление Зарплата Это позволяло Вам Позволяло Вам Ну Как бы Сказать На будущий Счет Это Там Отложить Какие-то Денежки Которые Вам Понадобятся Там Через Два Года Через Три Года Через Пять Лет Для того Чтобы Этот Автомобиль Дальше Поддерживать Вот Я Например Еще Скажу Я Ехал С ТО Вчера Хотел Сделать Сход Развал Сход Развал Не сделали Из-за того Что говорят Вот там То-то То-то Что-то У вас Там Поломалось Регулировку Невозможное Сделать На Там Супер Дупер Американском Вот это Вот Приборе Который Делает Сход Развал Вот И Ничего Не сделали Я Значит Поехал Домой Я еду Домой И Только На трассе Я Только Опа Биополем Засекаю Ранее Проданный Мной Автомобиль GX 470 Я Себе Вообще Не позволяю Там Носиться Со скоростями Больше 120 Км Ну Редко Это Бывает Такое А он Тут Я вижу О Мои же Номера Стоят На моем Автомобиле Ну Жен Проданный И он Промчался Километров Под 140 Вперед Знаете Приятно Было Посмотреть Что я Его Этому Хозяину Оставил В таком Качестве То есть Я там Заменил Кондиционер Восстановил Вот этот Компрессор Я Значит Поменял Ему Эти Самые Стойки Чтоб Чтоб Все Это Было Нормально То есть Машина Стала Такая И он На ней Прет Знаете Это Я его Догнал И он Я думал Он меня Не знает Что я Его Прошлый Владелец Нет Оказывается Ему Рассказали Кто Чей Это Автомобиль И он С удовольствием Так сказать Меня Ну так В окошко Поблагодарил О Петрович Очень Очень Мило Было Встретиться То есть Отдал Свой Автомобиль В такие Хорошие Руки Можно Было Еще Конечно Ездить И ездить Вот Поэтому Поэтому Опять Таки Вот Я Как раз ЛС 430 Взял За 1 Миллион И Вначале Он ездил Очень Хорошо Очень Хорошо Но Потом Вот Эти Вот Очень Важно Следить За ним Раз Разбираться Два Чтобы Вам Не Вешали Лапшу Потому Что Вот Я Как Хозяин Я Об этом Автомобиле Знаю Больше Нежели Любой Другой Мастер Вот Она Машина Поехала Я Слышу Какой-то Шум Посторонний Я Слышу Что Ненормально Стало Работать Климат Контроль Ненормально Там Допустим Что-то Там Со звуком Или еще Чем-то Или еще Чем-то Я все Это Делал Это Раз Сразу Устраняю И так Далее У них Нет Таких Автомобилей Они Что-то Норовят Такое Там Сделать Взять Деньги И сказать Что это Сделано На самом Деле Ничего Не Сделало Вот Поэтому Первоначально Надо Смотреть Что Это За Автомобиль Чтоб В него Потом Не Вкладывать Как Дуйну Так Сказать Корову Туда Тока И успевать Улаживать Вот Поэтому Тут Такое Размытое Понятие Размытое Понятие Что Лично Я вам Высказал Вот так Как бы Я поступил Если Новый Беру За 900 950 50 Остается Там Допустим На то На все Если Это Автомобиль Премиум Класса Где-то Как правило 7-10 Летней Давности Это где-то Будет Примерно Вот То Я бы Я бы Значит Уже Где-то Оставил 1200 На всякие Яки Ну и еще Хочу Сказать Вот Допустим Если Взять Такой Лексус Как у Меня Примерно Грубо говоря За 300 Тысяч Да Он Да Будет Ездить И так Далее Для того Чтобы Вот Насколько Я На своем Опыте Убедился Чтоб Вы Наслаждались Наслаждались Вот В этот Автомобиль Взятый За 300 Тысяч Надо Будет Еще Вложить 1600 Потому Что Будем Говорить Вот В каком Виде Он Вам Достался Но Это Где-то В среднем Далее Для Того Чтобы Вот Вы Ехали И Наслаждались Вот Где-то Такие Вот Рассилки